Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Все родители еще на стадии ожидания ребенка начинают беспокоиться о его устройстве. Сначала в детский сад, потом в школу. Чтобы минимизировать такие проблемы молодых родителей в 2020 году, процедура приема детей в дошкольные учреждения будет несколько усовершенствована. Все о текущей ситуации в городе по этим животрепещущим темам узнаем из первых рук. Я представляю гостю студии Елена Борисовна Черняга, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента образования, администрация городского округа Самара. Здравствуйте, Елена Борисовна. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию. Поговорим мы сегодня о распределении мест в детские сады и не только. Так вот, когда в этом году начнется распределение мест? Ну, все, наверное, это не секрет. Буквально на протяжении двух недель мы информировали, что 16 июня пройдет массовое комплектование распределения вакантных детских мест в организациях, реализующих программу образовательного дошкольного образования. Но так произошло, что у нас были действовали ограничительные меры в связи с пандемией, и многие не смогли дойти до МФЦ и предоставить пакет документов. Кроме этого, законодательные органы приняли новый закон, вышли у нас новые льготы, и я попросила изменить дату комплектования с той только целью, чтобы еще раз проинформировать, указать, какие мы можем совершить родители ошибки при заполнении заявления. И чтобы избежать все погрешности, спокойно прийти к дате комплектования. Комплектование будет в конце месяца. Обязательно до конца июня мы распределим все вакантные места. Их в этом году будет 11 тысяч вакантных мест. Вы называете эту цифру, это большая, маленькая. Это очень большая цифра. Я хочу даже вам сказать о том, что мы проводим полномерную работу, и как только возникает у нас, появляются вакансии свободных мест в детских садах, мы анализируем, собираем все наши потребности, опубликовываем на сайте в соответствии с регламентом, проводим процедуру комплектования. Вот за 2019-2020 учебный год 12 раз мы проводили комплектование. Я хочу всех успокоить, потому что бытует иногда только мнение, что родители говорят, да мы знаем, это вы сами даете путевки, сами нажимаете кнопки, и у вас вообще одна коррупция. Дорогие родители, я еще раз обращаюсь к вам. Распределение происходит в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением главы городского округа Самара. Распределение проходит в автоматизированном режиме. При распределении присутствуют члены комиссии. Ни одно распределение вакантных мест в дошкольной образовательной организации не произойдет, если у нас не будет представителей прокуратуры, не будет представителей депутатского корпуса дома городского округа Самара. Также присутствует у нас родительская общественность. Если кто-то из вас очень захочет присутствовать при этой процедуре, я вас всех приглашаю, пожалуйста, звоните по телефону в приемную, мы с удовольствием вас пригласим на самую ближайшую процедуру комплектования. И вы увидите, что в автоматическом режиме без человеческого участия у нас происходит комплектование. Но, чтобы оно произошло правильно, я обращаю ваше внимание, что надо правильно заполнить заявление. Департамент образования в контактный центр звонить, правильно я вас приглашаю в городского округа Савара? Да, в департамент образования. Все телефоны на сайте присутствуют, поэтому ни для кого не секрет, и можно совершенно спокойно воспользоваться. Вы назвали слово «вакантные». Расскажите, пожалуйста, что означает эта фраза «свободные места», «места для кого-то». Что это? Ну, все мы знаем, что учебный год заканчивается в мае, и у нас выпускники покидают дошкольно-образовательной организации, переходят обучаться в первый класс. Это, следовательно, вакантные места из числа выпускников детских садов. Также мы проводим колоссальные усилия, прикладываем, чтобы у нас перепрофилировать группы. Все свободные помещения мы перепрофилируем и дополнительно сознаем ясельные места, потому что знаем, какая существует большая потребность именно в ясельных местах. Вот эти места мы называем вакантные. Ну, или, допустим, у нас некоторые родители принимают решение, что не будет ребенок посещать, приходит, пишет заявление и расторгает договор, мы сразу это место предоставляем как вакантное место следующим, кто стоит в очереди. Елена Борисовна, можно ли, вот вы сказали дату, она известна. Скажите, пожалуйста, каким образом, расскажите, осуществляется обстановка детей на учет в ДОУ, и обязательно ли писать заявление через МФЦ, многофункциональный центр? У нас с вами существует два способа подать заявление. Первый способ, это самый простой, все мы владеем современными гаджетами и можем из дома подать, зайдя через портал госуслуги, через свой личный кабинет, заполнить заявление. Но здесь, как правило, у многих есть недопонимание. И заполнив заявление, они думают, что автоматически уже все заявление принято, и все ожидают спокойного распределения. Нет, дорогие родители. Да, вы заявление заполнили, все правильно выбрали, я надеюсь. Но надо подойти в любой ближайший или удобный для вас для посещения центра МФЦ и предоставить подлинники документов, подтверждающие или право льготы, или справка о состоянии здоровья, чтобы ребенка зачислили в группу с детьми для особенностей здоровья. И также свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. И на основании этих заявлений МФЦ подтверждает, но дата будет та, которая указана у вас в том вашем заявлении через личный кабинет госуслуг. Елена Борисовна, скажите, пожалуйста, обязательно ли подавать заявление через госуслуги? А можно ли просто прийти в МФЦ и написать? И существует второй способ, который каждый может воспользоваться этим способом. Придите в любой центр МФЦ в удобное для вас время, а я знаю, что сейчас работа в порядке живой очереди. Не надо торопиться, спокойно, можно подойти и подать документы, заполнить заявление. Специалисты МФЦ вам помогут заполнить заявление, и вы спокойно будете числиться в очереди на распредельных вакантных местах. Давайте напомним, какой список документов должен иметь при себе родитель? Список документов указан на сайте МФЦ и в госуслугах, но я напоминаю, это паспорт родителей или законных представителей, свидетельство о рождении ребенка и справки, которые подтверждают наличие льгот. Или же справка о состоянии здоровья ребенка для зачисления в группу особенно. То есть не такой даже большой список документов можно запомнить. Небольшое. И здесь я хочу сказать, и особенно обратить внимание на правильность заполнения заявления. У нас, как правило, многие мамы не знают. И потом негатив, то, что у нас неправильно рассчитывается возраст, что мы не понимаем. Система в автоматическом режиме подсчитывает возраст ребенка, и он рассчитывается на 1 сентября текущего года. Вот я всем поясняю, если ребенок родился в октябре, то на 1 сентября ему будет 2 года 10 месяцев, допустим. И ребенок попадет в группу 2-3 года. Он, если даже пойдет в ноябре, то он все равно попадет в группу 2-3 года. Не в трехлетке. И поэтому мамы говорят, нам уже 3 года, мы должны попасть. Нет. Это не зависит уже от нас. Эта система так выбирает. И еще хочу обратить внимание. Да, пожалуйста. Обязательно проверьте сегодня еще раз, как вы заполнили свои документы, заявления. Желаемая дата зачисления должна быть до 1 сентября 2020 года включительно. То есть не надо здесь беспокоиться тем, кто подавал раньше зачисление. Допустим, они хотели 1 сентября 2019 года. Черт говорю, они все сохраняются. Мы все рассматриваем, система рассматривает, никуда не уходит. Но если вы решили отвезти ребенка в октябре и в ноябре, скажете, вот мы здесь немножечко осенью отдохнем, пойдем в ноябре и скажете, значит, и дату я укажу в ноябре. Нет, это заявление рассматриваться не будет. Все заявления рассматриваются, если дата желаем зачисления, до 1 сентября 2020 года. Елена Борисовна, о чем еще нужно знать родителям, чтобы их ребенок попал в сад и желательно, вот здесь я делаю акцент, близлежащий район, место проживания. Близко от дома. Близко от дома. Вообще родители сами выбирают, какой детский сад выбрать. И обращаю тоже внимание, некоторые тоже бытуют такое мнение, я хочу в тот детский сад, который в нашем дворе, и больше никакой. Выбирает из пяти возможных один детский сад. Я обращаю внимание, пожалуйста, пусть выберут все пять детских садов. То есть это тоже можно сказать? Близлежащий. Да, допустим, один детский сад мы выбираем у себя во дворе, другой детский сад в соседнем дворе, а может быть пятый попадет. Я как раз рядом с местом работаю. И вы примете такое решение, что действительно, когда я буду ехать на работу, я спокойно могу рядом с рабочим своим местом ребеночка определить, где детский сад. Но у вас зато больше будет шансов при распределении, тем самым вы быстрее попадете в детский сад. Это означает ли, что нужно составлять пять заявлений на портале госуслуг? Нет, здесь один раз мы заполняем заявление, и здесь обращаю внимание, в системе АСУ-РСО, когда вы заполните свое заявление, проверьте статус заявления и как вы его заполнили. В поле проверка заявления вы нажимаете, входите в этот раздел, с правой стороны высвечивается перечень организаций образовательных, которые реализуют программу дошкольного образования, то есть детские сады. И здесь надо посмотреть, в каких детских садах будут открыты вакансии на данный момент именно для данного возраста. Это также доступная информация, и можно посмотреть. Это все открыто, в доступном доступе в АСУ-РСО, вы можете посмотреть. И здесь надо понимать, не надо вставать в очередь в детский сад, если вы знаете, вы очень хотите в ясельную группу, вы именно в этот момент, а в этот момент не будет открываться, поэтому нет смысла, вы можете изменить. Также приоритет вы можете выбрать. Допустим, сегодня вы выбрали приоритет, любимый свой детский сад, который располагается во дворе вашего дома, но вы переехали через некоторое время, и здесь беспокоиться не надо. Вы в любой момент можете изменить приоритет, поменять детские сады, все изменить, и будете зачислены в другой детский сад. Хорошо. А как обстоит дело с устройством детские сады малышей до трех лет? В последнее время мы уделяем особое внимание именно в рамках реализации национального проекта «Демография». Мы создаем дополнительные ясельные места. Это возраст от двух до трех лет. В городском округе Самара мы очень много говорили о том, что в конце года мы открыли и создали очень много дополнительных мест. Также сейчас мы не остановились на этой задаче. Мы уже 620 мест создали путем укомплектования, переукомплектования и перепрофилизации. В ближайшее время приступим к ремонтным работам строительным для того, чтобы переоборудовать помещение для создания ясельных групп. Елена Борисовна, я не могу не задать вам вопрос, как сейчас обстоят дела в Самаре с дежурными группами. Понятно, что все-таки еще карантин у нас не закончен, и многие находятся в режиме самоизоляции. Но, тем не менее, есть и работающие родители, которых детки должны посещать детский сад, но просто нет возможности сидеть дома. Обрисуйте, пожалуйста, ситуацию. В городском округе Самара 206 учреждений дошкольного образования, то есть 206 детских садов. 200 детских садов сейчас у нас функционируют. Два закрыты на капитальный ремонт, 6 проводятся капитальная ремонтная строительная работа. Но дети даже из этих 6 садов посещают дежурные группы в других детских садах. Поэтому можно сказать, что все дети, которые могут находиться в детском саду в режиме дежурных групп, посещают эти группы. На данный момент у нас 70 с лишним тысяч детей-воспитанников ходят только в муниципальные детские сады. Около трех тысяч посещают частные детские сады. Конечно, это не та цифра, если посмотреть в масштабах всей численности посещаемых детский сад. Но, уважаемые родители, тоже в соответствии с распоряжением губернатора Самарской области существует перечень тех организаций, которые у нас в данный момент, в момент ограничительных мероприятий работают. И родители работающие имеют полное право при предоставлении справки, что они действительно работают, направить своего ребенка в дежурную группу. Мы создаем все условия, меры безопасности все предприняты. Осуществляется утренний фильтр контрольный. Не только наших воспитанников, но и родителей, которые приводят наших детей, всех сотрудников. Кроме этого, наши дети при прогулках гуляют, вы сами знаете, и катаются на качельках, в беседках. Перед организацией прогулок все малоархитектурные формы обрабатываются ДЭС-средствами. И по окончании прогулок тоже все обрабатывается. Соблюдается режим проветривания. То есть все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции мы принимаем. Масочный режим соблюдаем. И все детки, которые попадают под эту категорию, на детские сады посещают. Я благодарю вас, Елена Борисовна, за ваш ответ. Вы знаете, наш корреспондент проехалась по городу и узнала, как работают дежурные группы. Давайте посмотрим сюжет. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. Эти строки Корнея Чуковского сейчас особенно актуальны. В режиме повышенной готовности распространения коронавирусной инфекции утро в детском саду начинается с обработки рук антисептиком и измерения температуры. Сразу после нужно тщательно помыть руки, уже обычной водой. Наталья Соколова, мама 4-летней Леры, за безопасность своего ребенка в детском саду не переживает. На самоизоляции они просидели больше месяца. В середине апреля Наталья вышла на работу. А маленькая Лера встретилась с друзьями, по которым очень скучала. Девочку определили в дежурную группу ее родного детского сада. Очень хотели в садик. Мы очень скучали. Очень долго сидели на самоизоляции, поэтому по детям очень соскучились. Найти, куда ребенка пристроить, не думать об этом. Потому что не всегда бабушки и дедушки могут быть с ребенком дома. Каждое утро визуально осматривают, меряют температуру. Ребенок мне также говорит, что и среди дня меряют температуру, и также их осматривают на тестра. В группе постоянно чувствуется запах чистоты, хлорамина. То есть поверхности обрабатывают. И нам об этом говорят, и мы чувствуем это. Обычно этот детский сад принимает 287 детей. Но в период самоизоляции их количество сократилось почти в 10 раз. Здесь функционируют три дежурные группы для 28 ребят. Все помещения обрабатываются, проводят кварцевание. Обрабатывается и территория. Все площадки и веранды. Дважды в день. Перед и после прогулок. Ежедневный контроль здесь ведут и за самочувствием персонала, которого достаточно, чтобы увеличить количество дежурных групп в случае необходимости. Мы готовы открывать дополнительные дежурные группы, увеличивать их количество. У нас есть для этого все условия. У нас есть группы. Сейчас все группы находятся на первом этаже. У нас еще есть группы на втором этаже. У нас есть и педагоги, которые бы работали в дежурных группах. Поэтому у нас все ресурсы для этого есть. Сейчас в муниципальные детские сады ходят 7 тысяч малышей. Еще почти 3 тысячи посещают частные. Чтобы ребенка приняли в дежурную группу, необходимо предоставить справку с места работы. На сегодня я всех отметила. Все здоровы? И вы будете здоровы. Продолжаем разговор. Елена Борисовна, скажите, пожалуйста, кто имеет льготы на получение мест в детские сады? На сайте департамента образования, также на сайте портала госуслуг и МФЦ все льготы уже перечислены. Я хочу обрадовать. У нас появились новые льготы и новое преимущественное правозачисление. У нас появилась первоочередная льгота для детей медицинских работников Самарской области. И также новые льготы для детей. Я специально зачитываю, чтобы вы все внимательно тоже обратили внимание. Дети, служащие в органах принудительного исполнения Российской Федерации. Это новая льгота. И преимущественное право. Этим правом будут у нас пользоваться дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. То есть это наши братья и сестры. И теперь, наконец, будет решена проблема, когда бедная мамочка утром одного старшего ребенка должна отвезти в один детский сад. Другого подходит очередь, но нет места в этом детском саду. И она будет вынуждена в другой. А теперь это вот новые преимущественные права. И я предлагаю всем воспользоваться. Я обращаю именно внимание тоже на это право. Подойдите в МФЦ-центр, в своем заявлении предоставьте вот те документы, которые подтверждают данные преимущественные права. Это свидетельство о рождении всех деток, это справка с места жительства, ваш паспорт тоже или законопредставительство. И отметьте это преимущественное право. И, наконец-то, у нас все детки семьи будут в одном месте получать дошкольное образование. Скажите, распространяется ли это на сводных братьев-сестер? Или только на полнокровных? Вы знаете, я черт говорю, в документах должно быть все прописано. Все прописано. И вот любую такую тонкую консультацию вам обязательно подскажет и даст разъяснение более подробное в каждом случае специалист МФЦ. Я думаю, что специалисты знают, конечно, о этих льготах. И они, если даже человек не владеет такой информацией, они обязательно подскажут и спросят, действительно ли у вас такая ситуация. Скажите, пожалуйста, это одно и то же. Категория граждан, которая имеет право, чтобы их дети попали в сад вне очереди, это тоже льгота? Либо это отдельная категория граждан? Вы знаете, я считаю, вот отдельная категория, но это льгота. Именно об этом говорят родители. Потому что родители, они не разделяют право преимущественно, льгота. Это уже то, чем можно воспользоваться всем, у кого есть один, вернее, два и более детей. И, конечно, это можно уже и льготно назвать и преимущественным правом. На самом деле преимущественное право. Первые пройдут льготники должны, а потом вот здесь вот. Но разъяснения все есть у сотрудников. У сотрудников. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, может быть, я повторяю этот вопрос, но тем не менее. Расскажите, как сейчас проходит распределение мест и что в первую очередь учитывается при распределении? Ну, я еще раз повторюсь, распределение проходит в автоматизированном режиме, под контролем членов комиссии по распределению, в присутствии средств массовой информации. И мы, люди, не можем оказать физического воздействия на распределение, следовательно, система сама выберет тех, кто имеет внеочередные льготы, тех, кто имеет первоочередные льготы и тот, кто имеет преимущественное право. И потом, дальше еще особо внимания обращаю, что система рассматривает все заявления вплоть до каждой секунды подачи. Поэтому, а почему я всегда говорю, дорогие родители, давайте вовремя, своевременно подадим заявление и поставим нашего ребеночка в очередь в детский сад. Не надо, конечно, сейчас утрировать, может кто-то скажет, вот призывают то, что надо быстрее бежать. Нет, я просто говорю своевременно. Потому что у меня были такие случаи, пришла мама, жалуется, почему нас не берут в детский сад? Я спрошу, а когда вы встали в очередь? Она говорит, ну вот, вы знаете, мы вчера ходили в МФЦ, встали в очередь. Конечно, дорогие мои родители, это недопустимо, когда мы за один, за два дня до того, как нам распределять в детский сад, вы вспоминаете, что надо отнести документы и все. Еще раз обращаю внимание, это самая большая ошибка, когда забывают принести документы в МФЦ, подтверждающие. И сегодня вот у меня тоже, я встречалась с родителями, одна мама пишет, переживает, почему мне не позвонили, я видела, что распределение было. А потому что, говорит, я вспомню, я забыла указать новый свой номер телефона. Дорогие родители, правильно указывайте контактные данные. Потому что, как только у нас произойдет распределение, вы войдете в систему, увидите, что ваше заявление перешло в новый статус. Распределен, сотрудники детского сада должны с вами связаться, это заведующий или старший воспитатель только. И вас пригласить в учреждение для того, чтобы вы предоставили весь пакет документов. Что вы действительно мама, папа, что действительно есть ребеночек, действительно вы все проживаете в городском округе Самары. Об этом я сейчас еще отдельно расскажу. И вот зачастую мы не можем до вас дозвониться. Или же наоборот, мы дозвонились, вас приглашаем, а вы говорите, извините, но сейчас мы поедем отдохнем. Через три месяца, не знаю, придем или не придем. Конечно, хочу сказать, такого не должно быть. Пожалуйста, будьте добры, сразу в эту же дату приходите. Но если у нас такие случаи экстренные, как у нас в прошлом году приходят мама с папой, говорят, мы попали, вы у нас распределили, но у нас путевка, и мы завтра улетаем. Конечно, мы учли, да, на встречу мы знаем, когда прилетают, когда заканчивается отдых, и мы ждем. И быстрее к нам приходите, приносите документы, подтверждающие. Насчет проживания. Допустим, вы встали на очередь, родился ребеночек, прошло некоторое время, вы встали на очередь, потому что вы сильно переживаете, чтобы быстрее распределиться. Но вы проживали в другом районе, в Волжском районе, в Красноярском районе, в любом другом, в городе, в Тольятти, можете в Сызрани. И вы переехали в город Самара. Я говорю о том, что у нас к распределению и зачислению, к распределению допускаются все, а к зачислению только те, кто зарегистрирован у нас на территории городского округа Самара. Поэтому, если у нас ребенок не зарегистрирован, это не имеет права места в детском саду. Да, поэтому здесь вот тоже. И к чему я говорю, не надо переживать то, что все меняется. Как правило, в два-три года вы отдают, за два года много может времени уйти. Вы меняете место жительства, тоже переживать не надо. Я знаю, что вы перейдете с одного микрорайона в другой, можете перейдеть. В любой момент вы измените все заявления и в садике, и время, и дату. Поэтому самое главное, вовремя встать на очередь и вовремя предоставить документы, чтобы система, потому что в заявлении будет рассматриваться дата, день, месяц, год, время. А время распределится часы, минуты, даже секунды. Скажите, пожалуйста, после того, как родители подали заявление на портале госуслуг, через какое время можно ожидать уже положительного решения зачисления в детский сад? Оно будет единым для всех, либо это отличается от срока подачи заявления? То есть какое это время должно пройти? Значит, статус зачислен, произойдет лишь только тогда, когда вы принесете все документы после того, как вы вас распределили в электронные очереди. Поэтому через госуслуги-то вы зарегистрировались, в МФЦ принесли, в детский сад вас распределили. И вот, допустим, в один из дней день Х вас распределяют, и буквально на следующий день вам уже звонят. Поэтому самое ближайшее время. Если вы видите, что вам буквально в течение трех дней, четырех не перезвонили, мой телефон есть на сайте Департамента образования, в Твиттере. Также вы знаете тот детский сад, куда вы были зачислены. И у нас на аккаунте в Твиттере каждого детского сада есть мобильный даже телефон заведующей. Вы можете позвонить или мне, или заведующей, спросить, почему вас не пригласили. Ну, такого у нас не бывает, как правило. Спасибо отдельно и за такую открытую информацию, и за доступность общения. Вот практически, да, с родителями, с каждым можете пообщаться. Да, мой телефон открыт, я могу сейчас его повторить. 8-917-017-17-19. Спасибо, Елена Борисовна. Я хочу вопрос задать от телезрителей. Моему ребенку предоставили место в детском саду, но я хочу повезти его в 2021. Что мне необходимо сделать, чтобы место за нами сохранилось? Вам необходимо обратиться в МФЦ-центр и написать заявление об отказе именно в данный момент, и перенести желаемую дату зачисления. И это, наверное, правильно, чтобы это место просто так не пропало, и желающие не смогли попасть в детский сад. Конечно, конечно. Вот еще один такой вопрос. Мы нашли обмен на другой детский сад. Какие наши действия? Куда обращаться? Вы всю подробную консультацию в данном случае, особенно если вы ходите уже в детский сад, можете получить у заведующей детского сада. Она вам подскажет весь алгоритм действия, и подскажет, куда идти, как заявление написать. И вы обязательно попадете в другой детский сад, который вы захотите. Но опять при условии, если есть, вы свободные места. Елена Борисовна, вы говорили об этом, но тем не менее я зачитаю этот вопрос. На сайте увидели, что нашему ребенку предоставили место в детском саду. Кому обращаться для оформления ребенка в детский сад? Еще раз повторю, в детский сад заходите на сайт образовательной организации, указаны не только городские, но и мобильные телефоны заведующей. Обращайтесь к заведующей детского сада. Но, как правило, заведующие собирают все-таки в конце года ориентироваться на нужно август месяц? Либо в каждом саду по-разному? Нет, нет, нет. Принципиальный подход мой, и она такая установка всем заведующим. Ни в коем случае у нас не должно быть такого, что в летний период закрываются все детские сады. Мы работаем в организации круглогодичного пребывания. Мы найдем время провести и ремонтные работы, косметические, и капитальные. Поэтому, если мы с вами, а мы с вами в конце июня распределяемся, в самое ближайшее время мы идем, зачисляемся в детский сад. Но для того, чтобы своевременно и правильно было произведено зачисление, не хватает еще одного самого главного документа – это медицинской карты. И зачастую распределились, и еще забираем 2-3 месяца для того, чтобы оформить медицинскую карту. Поэтому, дорогие родители, заранее и своевременно оформляйте медицинскую карту. А как только вы получите место в детском саду, вам будет дано время, чтобы те анализы, которые необходимы, которые имеют срок годности, сдать быстренько и подготовить медицинскую карту, чтобы она была готова, потому что у нас очень много родителей по 5 месяцев оформляют. Ну, я по себе знаю, как мама двоих детей, которые ходили в садик и ходят в школу, и из сада, и из школы, когда медицинскую комиссию проходят, всегда звонят медсестры, говорят, вот вам нужно прийти, пожалуйста, придите, пройдите медкомиссию, не нужно игнорировать вот такие призывы медработников, потому что они тоже работают на благо системы образования. Ну, и еще один вопрос. Моему ребенку дали место в детском саду, которое находится далеко от нашего места жительства. Что нужно сделать, чтобы перевести ребенка в другой детский сад? Ну, дорогие мои, то, чтобы не было таких казусных ситуаций, и чтобы вы не предпринимали много таких шагов, чтобы перевести, переоформить, давайте правильно все же подходить к выбору детских садов, когда мы заполняем наше завеление. Ну, а если у вас такая ситуация случилась, я вас все равно направляю в ФВЦ, где вы можете переписать заявление, вам подскажут весь алгоритм действия. Елена Борисовна, наше время подошло к концу, но по традиции программы я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать сейчас родителям, те, которые уже подали, или, возможно, еще не подали заявление, чтобы устроить своего ребенка в детский сад, что необходимо сделать, о чем не нужно забывать, чтобы любимое чадо обязательно пошло 1 сентября в детский сад? Ну, в первую очередь, в данный момент, вот сегодня сложившаяся наша ситуация, первое, берегите себя, соблюдайте режим самоизоляции, масочный режим. Но я думаю, сегодня, услышав наши рекомендации, вы воспользуетесь ими и обязательно зайдете в свой личный кабинет через портал госуслуги, посмотрите, все поля ли у вас заполнены, все ли вы правильно рассчитали, все ли сады вы выбрали, все ли у вас хорошо. А если у вас сегодня возникло новое право, преимущественное или же новые льготы, обязательно дойдите до центра МФЦ, а они у нас уже работают в режиме живой очереди, предоставьте все те документы, подтверждающие эту данную льготу или преимущественное право. И, конечно же, ожидаем на сайте департамента образования, во всех информационных сетях, на всех порталах, через средства массовой информации, в самое ближайшее время, я думаю, это будет в следующей неделе, я вам сообщу о дате, когда будет проходить скомплектование. И если позволят нам юристам, будем согласовывать с прокуратурой, мы даже, может быть, и проведем в режиме онлайн-дистанционном, чтобы многие увидели, как все же проходит эта процедура, и успокоились, что никакой коррупции у нас нет, наоборот, все открыто. И если правильно заполнено изъявление, вовремя поставлен ребенок на очередь, он, как правило, получает место в детском саду. Да, я знаю, есть у нас микрорайоны, где большая очередность, где жалуются мамы, что мы уже много-много лет стоим. Но в данном случае я прошу вас все равно звонить, получайте консультации. Телефон у нас есть на сайте департамента образования. И в данной ситуации, если в нашем микрорайоне мало детских садов, я все же призываю, давайте выбирать ближайшие районы, где есть у нас детские сады. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания и делайте все вовремя.